Я прослушал внимательно доклады предыдущих спикеров и, мягко говоря, не требует внести ясность, потому что лично для меня упоминание, например, денег Гизеля или Карла Маркса в разговорах об экономике и деньгах является очень яркими маркерами, такими красными флажками. И Святославу сразу парирует, что экономисты автической школы отлично знают, что такое капитал. Начать можно с потрясающего трехкомника Бэм Баберка, ученика Карла Менгера, называется «Капитал и процент». А еще, кстати, он написал блестящую критику теории Маркса. Далее я буду упоминать названия хороших книг, поэтому можно их записывать. Сразу это будет хорошая рекомендация. Мне хотелось бы, чтобы слушатели осознали, что экономика – это про людей, а не про деньги, про блага и тем более про государство. Государство вообще – это про антиэкономика, оно соотносится с обществом как паразит, соотносится с хозяином. Поэтому рождаемый им абсурд, который вы наблюдаете ежедневно – это не баг, как вам кажется, это фича. Оно реализует ровно те задачи, для которых создано. Просто вы о них не подозреваете или верите, что это не так, под влиянием пропаганды. Важно понять, что технология, которая является блокчейн, то есть применение знания в буквальном смысле для решения практических задач, не заменяет человеческую деятельность, то есть отношение индивидуумов, которых сейчас у нас 8 миллиардов на планете, но дополняет, конечно, и изменяет ее. Человек никуда не девается. И фундаментальные аксиомы его деятельности, о которых я буду говорить дальше, тоже никуда не деваются. Поэтому их игнорировать в веб-три проектах нельзя. Но немало веб-проектов, как я наблюдаю, их игнорируют по полной программе. Поэтому и получается то, что получается. Мне хотелось бы, чтобы вы приобщились чуть-чуть ко взгляду экономиста на мир, потому что это специальный способ на него смотреть. Вот инженер смотрит по-своему, экономист смотрит по-своему. Он знает, куда смотреться, он знает, на какие объекты смотреть, на какие отношения, знает соответствующую терминологию и владеет соответствующим знанием, под названием экономической теории. И показать важность и ценность экономической теории, как науки для всякого образованного человека, как способ осмотреть на мир, как экономист, чтобы видеть главное и ужаснуться уровню тех заблуждений, в которых человечество живет относительно своей экономической деятельности, банально не понимая, откуда и как берутся блага и почему происходит то, что происходит. Хотелось бы проводить интерес к знакомству с экономической теорией австрийской школы и рекомендовать простые, проверенные временем, качественные книги для старта, которые буду называть. Ну и напомню, что по всем признакам Сатоши Накамото владела австрийской школой и создавал биткоин как цифровое воплощение идеи подлинных рыночных денег на основе золотого стандарта, с которым он прекрасно был знаком, которая на практике, по моему мнению, оказалась лучше золотого стандарта. Я ранее излагал свои мысли в совместной книге с Владимиром Поповым «Веб 3.0. Токенизация. Завтрашний мир сегодня». Можно найти ее и скачать, и прочитать. Ну а сейчас начнем с наикратчайшего в вашей жизни курса экономической теории, то есть с фундаментальных аксиом человеческой деятельности, которые как в геометрии поражают, приводят к выводу всей корпуса теории геометрии, так в экономической теории они логически, априорно, дедуктивно приводят к выводу всего корпуса знаний по экономической теории. Итак, действуют всегда конкретные люди, мы называем их методологическими индивидами, это главный принцип экономической теории артистской школы, поэтому никаких абстракций типа организаций, сообществ, государств, их не существует, они не действуют. От имени этих фикций, которые просто удобны для упрощения коммуникации, действуют конкретные люди, это всегда нужно помнить. Далее, ценность, она субъективна, она существует в голове, и она неизмерима, не существует ни способа, ни метода ее измерения, это не физическая величина, не надо путать с методами естественных наук. Вообще методы естественных наук, физики, математики, химии тянуть в экономическую теорию нельзя, потому что там совсем другие объекты, они обладают сознанием, это люди, это не тела, которые движутся благодаря законам. Но с ценностью у человека каждый индивид может сказать, что он предпочитает одно другому, то есть можно субъективно расположить эти ценности в порядке, называется ординальность, и человек может своими действиями, обменом одного на другого, показать, что он ценит больше, а что меньше. Вы совершаете эти акты обмена каждый день, тем самым доказываете, что та сумма денег, которую вы отдаете за чашку кофе вам ценнее в данный момент, чем эта самая чашка кофе, а продавцу вашему наоборот. Методологический индивид, к которому мы все являемся, он оценивает всегда не благо вообще, а дополнительную его единицу, это называется предельная полезность, и важнейший закон экономической теории гласит, что предельная полезность дополнительной единицы благо всегда убывает. Первым стаканом в пустыне вы будете жажду утолять, а цистерну вы будете разливать и не знать, куда ее деть. У вас ценность воды в пустыне цистерны ведет в область отрицательных значений, вот как это работает. Методологический индивид всегда действует в пространстве и времени, будущее всегда неопределенно. Поэтому благо сейчас всегда ценнее, чем благо потом, из этого вытекает важнейший принцип time preference, или временного предпочтения, из которого вытекает, в частности, процент на капитал. И чем ниже временное предпочтение, тем ниже процент, но он всегда больше нуля. Поэтому отрицательный процент, как знакомое вам явление в фиатной системе 21 века, это чушь, бред и абсурд, это порождение фиатной системы, ее абсурдности, мошенничества, о котором я буду говорить дальше. Методологические индивиды используют средства, чтобы достичь целей. Вы всегда используете что-то, чтобы достичь целей. При этом представления о средствах наши могут быть ошибочными, но это быстро выясняется, таким образом человек учится. Скажу сразу, что государство не учится, но там другие цели и средства. Цели людей задаются ценностями, а ценности – идеями. Поэтому идеи наиболее сильны, но очень долго прорастают, буквально столетиями. Сейчас, в частности, мир находится во власти марксистско-кинсианских идей, которые, несмотря на свое интеллектуальное банкротство за последний век, по-прежнему сильны. Но это тема отдельного доклада. Ресурсы в этом мире всегда ограничены, варианты их применения альтернативы. То, что использовано для целей А, не может быть использовано для целей В, В и так далее. Кстати, если вы посмотрите на устройство фиатной банковской системы, то увидите, что там это правило грубо нарушается, хотя бы на уровне банковского депозита. Вы отлично знаете, что когда кладете деньги в банк, вы действуете так, как будто они у вас там есть. И в то же время вы знаете, что банк их выдал в кредит. И заемщик этих денег тоже действует так, как будто бы они у него есть. То есть одно и то же благо, как будто бы используется одновременно для двух разных целей. Вами, как хранимый остаток, на который вы рассчитываете, и заемщикам банка, как средство обмена. Конечно же, этого быть не может, это обман. Поэтому верно второе использование. А у вас денег нет, хотя бы на них рассчитываете. Поэтому обман вскроется. Кстати, набега на банк и знать, как это работает. И этого уже достаточно, с моего точки зрения, чтобы объяснить, объявить фиатную систему величайшим мошенничеством. Это тоже тема отдельного доклада. Но, как видите, она прекрасно легитимизирована государством сверху до низу и работает по разной кризису. Но хорошая новость в том заключается, что на нашем веку она ляснет и разрушится. Мы с вами к этому готовы, потому что пользуемся криптой. Собственно, экономическая теория и есть наука, которая изучает человеческую деятельность, связанную с использованием конкретными людьми для достижения своих целей, ограниченных ресурсов, варианты применения которых альтернативны. Вот это вот короткое определение. Это теоретическая, априорная, дедуктивная наука, которая очень молода, хотя первые попытки начались еще с древних греков Аристотеля, но системно австрийской школы существует всего лишь 150 лет. Поэтому книги Мизоса под названием «Человеческая деятельность» и у ученика Мюрера Ротборда под названием «Man, Economy and State» только на английском. Или книги Павла Усанова нашего соотечественника «Наука о богатстве». Или свежевышевшая книга Севдина Амуса «Principles of Economics» на английском языке вам в помощь как трактаты по изучению системно-экономической теории. Итак, что нам дал Веб-3 с точки зрения экономиста? К уже известным ReadWrite от Веб-1 и Веб-2 он добавил общеизвестное Own, то есть Веб-3 породил то, что мы можем назвать цифровой собственностью. Он дал нам возможность владения. То есть нечто, что выглядит как собственность и работает как собственность. Все пользователи биткоина и другой крипты знают, как это проявляется. Право собственности – это фундаментальное право. Оно возникает потому, что ресурсы в мире ограничены. Начинается оно с права собственности на себя и на свое тело, и на него, без него невозможно была бы человеческая деятельность. Это право собственности возникло у нас в цифровой среде впервые за историю человечества. Вопрос, а чем именно мы владеем Веб-3, я оставлю дискуссиону, потому что для экономиста не столь важно, чем именно. Потому что каждый сам решает, чем. Более важно, что каждый владеет доказуемо, он сам решит какое-то для него благо – потребительское, капитальное или средство обмена, деньги, и докажет главное – это действие. Более важно для экономиста, что мы получаем редкое цифровое благо, которое уже обрело признанную рынком ценность. В данном случае это цена, выраженная во фиатных единицах или в единицах других криптоактивов. С криптоактивами и их владельцами, как мы знаем, могут осуществлять все экономические и хозяйственные операции, известные человечеству тысячелетиями, создать, создавать их, прямо потреблять, например, в виде газа или NFT, хранить кубля, продажи, обмен, займ, залог, использовать как средство обмена, деньги, дарить, наследовать и даже уничтожать. Фиатная система, на фоне которой появилась цифровая собственность, криптовая, с одной стороны это плюс, с другой минус. Плюс в том, что она быстро позволила ценности криптоактивов проявиться рыночно и стать фактом реальности, который привлекает внимание широкой публике и сформировались цены, которые позволяют осуществлять рыночную координацию владельцев криптоактивов. А вот минус в том, что она, как вы знаете, смещает фокус внимания от природы криптоактивов, которая сама по себе безумно интересно нуждается в изучении, к колебаниям фиатной цены и формирует интерес определенной аудитории, я бы сказал, с высоким временным предпочтением, которая хочет на них фиатно заработать. Это формирует неверное и часто негативное восприяние не очень компетентной экономической публикой, тем не менее, такова реальность, мы ее не критикуем. Мы не знаем, кстати, как выглядел бы мир криптоактивов без фиатной системы, если бы у нас не было фиатной системы, допустим, крипта появилась бы условно в начале 20 века, когда не было, когда был еще золотой стандарт в какой-то мере. Но можем предположить, что рыночных денег было бы много, начиная с золота и банкнот их обеспеченных, и криптоактивы точно обрели бы оценку ценностей в ванных единицах, в граммах золота и так далее. Волатильность, наверное, была бы меньше, потому что цены всегда колеблются и отражают спрос и предложения, но в фиатной системе не отражают просто накачку центробанками денежной массы. Это тоже тема отдельной лекции. Неожиданный плюс обновился в том, что криптоактивы привлекли внимание народа к мошеннической фиатной системе, впоследствии которой осознавали только экономисты авторитетской школы. И я помню, как сейчас слово фиат еще лет 10 назад употреблялось только в узких маргинальных кругах экономистов, а сейчас оно стало реальным мейнстримом. То есть слово фиат все вошло в лексикон, это прекрасный факт. И это наверняка изменило планы разного рода центральных банкиров и фиатных товарищей, которые осознали, наконец-то, пройдя весь цикл по кюблеростам, гнев, отрицание, торг, депрессия, принятие. Сейчас оно находится в стадии принятия, по-моему. Они поняли, что у людей появилась возможность для криптоэскапизма, то есть изящный элегантный выход из грабительской фиатной системы. Это, конечно, ограничивает возможности фиатчиков грабить население с помощью фиатной системы. Но поскольку в В3 у нас появилось право собственности, там, конечно же, мы не можем сказать про государство. Вот известная монополия определения социолога Вебера, который растиражировал на всеми политологами, государство монополия на насилие. Оно некорректное, он социолог, не экономист, хотя знал австрийцев, может быть, наверное, был знаком. Оно позволяет скрыть истинную природу государства, и поэтому подхвачено и растиражировано этатистами и служителями культа государства всех мастей, политологами всех кафедр. И оно, его гадкое действие, создает иллюзию, что это государство нечто неизбежное, как бог, но легитимное. И оно служит единственной целью – укреплению веры в государство, этатизм и неотвратимости. И на этой вере государство и держится. Оно звучит как «Бог создал мир, мы должны ему подчиняться, а король – наместник Бога на земле, власть его от Бога, и законом никаким ограничено быть не может». Поэтому он может творить любую агрессию, любую дичь, и это будет воля Господа, и сопротивляться ей вы, подданные, не можете. Я приложу другое определение от либератарианца Владимира Золотарева, киевского. Он говорит так, главной характеристикой государства есть не монополия на насилие, а монополия на преступление. Это более научно-корректная форма. Тут никаких эмоций, ничего личного, это просто более корректное выражение. Поэтому государство – это просто институт агрессии против прав собственности. И если вы будете рассматривать все, что оно делает через эту призму, вам, у вас, все в голове станет на свои места. В этом смысле вывод государства, конечно же, противоречит праву. Оно есть в воплощении антиправа. Поэтому оно право отбрасывает и вместо него навязывает нам законы. Это называется легизм, писанные тексты. Конечно же, эти законы праву противоречат. Вы лучше меня знаете, как, в каком конфликте это все дело находится. Можно заключить, что экономика, обычная, нормальная людская, зиждется на праве собственности, а государство зиждется на отрицании права собственности, на агрессии против него. Вот такая вот дихотомия. Очевидно, что законом от государства защититься невозможно. Оно и само пишет, само не исполняет, является судьей в своем собственном деле. То есть прямое нарушение важнейшего правового принципа. И как вообще можно монопольному агрессору против прав собственности, можно доверить защиту этих прав? Это вообще нонсенс, абсурд. Вот таков наш мир. Хорошо его описал Ханс Херман Хоппи, известный либертарианец, который, кстати, приезжал в Москву и привозил светов. Наверное, видели это видео. Поэтому нужна фундаментальная иная защита на уровне выше, которую государство не в силах поломать, и она родилась в виде децентрализованных технологий. Я приведу вам прекрасное определение, которое отлично показывает экономическую судьбу государства. Рекомендую его использовать. Точнее, его я не видел. Это определение Франца Пингеймера из трактата государства, изданного, кстати, на русском языке. Он писал так. Так, существует два фундаментально противоположных способа, которыми человек, нуждаясь в средствах существования, способен получить необходимые средства для удовлетворения своих желаний. Это труд и грабеж. На нем стоит история. Собственный труд и насильственное присвоение труда других. То бишь, я предлагаю, пишет он, называть собственный труд эквивалентный обмен собственного труда на труд других экономическим способом удовлетворения потребностей. А невознаграждаемое присвоение труда других можно назвать политическим способом. Так вот, государство – это организация политического способа. Точка. Ну, а кому определение кажется сложным, предлагаю более простое определение. Вот Фредерика Бастиа, французского экономиста, 200 лет назад, который жил, писал очень актуальные памфлеты. Он писал, что государство – это громадная фикция, посредством которой все пытаются жить за счет всех. Так вот, в этих условиях стал очевиден принципиальный выход, который отлично сформулировал фейсбучный мой друг Николай Никонов. Я даже взял этот цитатник. Он написал, что создание децентрализованных социальных институтов, сама технологическая инфраструктура которых сопротивлялась бы с помощью математики, захвату и кооптации поэтическими элитами – вот «зайтгайст», то есть дух времени XXI века. Чем шире число пользователей неформальных институтов, формализованных в коде, и тем глубже понимание того, что государственные монополии есть всего лишь институциональная ловушка, самоподдерживающаяся за счет страхов наследников ГОПСа перед спонтанными порядками. Прекрасное определение. Веб-3, поэтому, это среда специально рукотворной. Это артефакт, созданная как наиболее защищенная против агрессии государства. В каком-то смысле это, конечно же, ответ разума на разгул распоясавшегося агрессора, прежняя защита против которого уже не работала, либо делала цену сопротивления против него неприемлемо высокой, в виде, например, восстания. Поэтому все, что касается мнений представителей государства по поводу веб-3, крипты и так далее, а также фиатных экономистов, которые оккупировали СМИ и кафедры вузов, и их единственная задача заключается в том, как у жрецов в предыдущих цивилизациях оправдать власть. Их задача заключается в оправдании государства и его вмешательства. Конечно же, они все не австрицы, они все кенсианцы, и кенс их бог. Маркса, слава богу, они уже списали, хотя отдельные элементы еще остались, хотя живы, да, странно. Поэтому их можно мнение смело игнорировать, потому что это не что иное, как реакция сильного, опасного, но невежественного агрессора, устаревшего морально агрессора по поводу прав собственности людей, которые возникают в цифровой среде помимо него, вне его контроля, агрессию, против которых он осуществить не в состоянии в целом, но очень хотел бы. И поэтому веб-3 он видит опасность для своего моду соперанди, образа действия, как, конечно же, в любом проявлении свободы. Это как какая, похоже на реакции церкви, на науку веке, так где-то в 16-17. Ну вот понять из их риторики, какой ущерб они могут нанести и намереваются нам с вами нанести пользователем, конечно же, можно. Возникает вопрос, может ли государство помочь развитию веб-3? Ну, как ни странно, да, потому что бесплатный пиар своими в высшей степени неуклюжими действиями, ну а также облегчение прихода веб-3 всех тех осторожных товарищей, кому наплевать на идею, но хочется заработать в фиатной системе, они нам обеспечивают. Поэтому, на мой взгляд, веб-3 это впервые в истории воплощения среды, максимально пригодной для анархокапитализма. Собственно, это и есть воплощение анархокапитализма. Не надо пугаться этой фразой. Это просто стопроцентный рыночный капитализм. И очень важно начать с того, что все люди изначально на планете между собой живут в анархии. Она выражается в праве, в той степени, в которой их отношения не искажены вмешательством государства. Ну а то, что сами государства между собой живут в полной анархии, достаточно посмотреть на то, что творится там сейчас в ООН и так далее. Это просто очевидный факт, является лишь доказательством того, что анархия не просто работает, а только она и работает. Так вот, веб-3 это наиболее близкое к теоретическому идеалу воплощения рыночной анархии. Анархия, напомню, это отсутствие того, кто правит. То есть устанавливает и навязывает правила. Но не отсутствие правил. Конечно же, правила есть. И правила это протокол веб-3. Это набор правил, к которым вы можете присоединиться, если они вам нравятся, либо не делать этого, и создать свои, и конкурировать с другими. Но вы не можете их менять и навязывать. Вы быстро потеряете тех, от вас все разбегут. Капитализм – это система отношений, в основе которой влежит право собственности. А вот упоминавшийся здесь спикерами социализм является отрицанием этих прав. Он зиждется на агрессии против них, отрицании, отказе, запрете и так далее. Чем это закончилось, мы знаем по истории 20 века. Так вот, анархокапитализм – это набор правил, никем не установленных, никем не навязанных, но выработанных независимыми индивидами в своих интересах, которые произвольно никто не может изменить. Они отражают здравый смысл и обеспечивают взаимодействие собственников, владельцев права собственности. И им выгонять эти правила соблюдать, чем нарушать, потому что за нарушение это дело наказывать. Ими же самими. Как это работает, каждый знает на примере биткоина, который является просто прекрасным воплощением анархии в действии. Поэтому веб-3 – это среда идеальная для воплощения идеи экономической свободы. Агрессору крайне трудно ее атаковать, в отличие от физического мира. И поэтому, конечно же, она будет притягивать сторонников именно таких идей. Поэтому концентрация анаркокапиталистов, либертарианцев и сторонников автрийской школы в акрипте будет гораздо выше, чем в других сферах, что мы и наблюдаем. Государство, конечно же, может и будет проявлять агрессию против прав собственности на криптоактивы. Криптоактива, оно подбирается к ним, но не может укусить близок локом, когда не укусишь. Как оно будет это делать? Ну, во-первых, оно предложит им самим проявиться и добровольно себя идентифицировать и отдать часть в виде налогов, принимая законы. К тому же, если они этого хотят, то войну. Здесь одна рекомендация этого, конечно же, не делать. Но вы же не позволяете, не потакаете, не помогаете грабителю вас грабить, а вуру воровать. Разумеется, вы как раз защищаете имущество. Ровно такое же отношение здесь не должно быть. Конечно же, государство будет заниматься агрессивной пропагандой, от Web3, но на это мы с вами уже не повелись, раз тут нестись не надо. И будет, конечно же, контролировать, пытаться централизованных провайдеров и кастодинов, лицензируя все, что можно, особенно, когда они сами просят, разрешите нам делать операции с криптовалютом. Тут, конечно, рекомендация не иметь дела с кастодиальными сервисами в любом виде, понимая, что это замануха и это точка атаки, которая рано или поздно будет атакована. Вы лучше меня знаете, как это работает. Тут важно всегда помнить базовую вещь, что цель государства – это агрессия против прав собственности вообще и, конечно же, против прав собственности на криптоактивы, которые заключаются в ваших приватных ключах, которые вы храните как зеницу. Не помогайте им эту агрессию осуществлять. И все. Если вам нужно железобетонное основание, научное для этого, если вы не можете, так сказать, вера предпобедает, то говорите себе мантру. «Не разрешаю делать это наука, экономическая теория автрийской школы». Поэтому ВЭП-3 – это технология возврата к естественному состоянию чистой рыночной анархии, которой государство не может помешать. Поэтому эта среда, конечно же, обречена на просветание, потому что в ней будет создаваться много ценностей, максимально защищенной от агрессора, в то время как реальный мир, в котором агрессор распоясался уже в конец, будет все больше и больше угнетаться вмешательствам государства, создание ценностей в нем будет тормозиться, блокироваться, осознанная ценность будет разрушаться и проедаться. И обмен в ВЭП-3 будет идти двумя способами. Во-первых, через деньги, как и в обычной экономике, роль денег будет играть то, что рынок будет интересно, то, что будет это признано, а также будет возможен высокотехнологичный бартер, о чем я писал в книге с Володей Павловым, через токенизацию, потому что любая собственность существует там в виде токенов, и мы знаем, что обмен токена А на токен Б уже реализован, найдены способы, тот же самый Uniswap и так далее, когда один актив прямо может быть обменен на другой, и установлена пропорция. Также работал бартер на Заре Верину. И возникает вопрос, а есть ли субъект этой экономики в ВЭП-3 не методологический индивид, человек, а робот, искусственный интеллект? Это наиболее сложная часть для осмысления, но что я могу здесь сказать? Мне неизвестно, кстати, работа австрийцев на тему искусственного интеллекта, наверное, это еще, конечно же, впереди. Ну, во-первых, искусственный интеллект, роботы, это точно не люди, не методологические индивиды, и аксиома человеческой деятельности к нему вряд ли применимы. В этом смысле деятельность робота или не будет, по сути, экономической, хотя будет так выглядеть. Конечно же, роботы неизбежно повлияют на деятельность других реальных методологических индивидов людей, поскольку будут оперировать теми же ограниченными ресурсами и, по крайней мере, использовать их в своих целях, соответственно, будут уменьшать их количество, повышать цену и так далее. А поскольку потребности людей не ограничены, вот этот главный страх, что и нас лишит работы, новая лути-то 21 века, это все не обоснованно, потому что потребности людей не ограничены фундаментально, труд является наиболее комплементарным фактором, то есть наиболее редким из всех он может быть применен к любой другой комбинации ресурсов, поэтому наиболее ценен, поэтому ситуация, в которой труд вдруг станет избыточным фактором, и ему нигде нельзя на планете будет найти применение, потому что все рабочие места в кавычках займет искусственный интеллект, эта ситуация теоретически невозможна с точки зрения экономической теории. Поэтому основание считать, что интеллект искусственный удовлетворит абсолютно все потребности всех людей сам, тоже не просматривается, потому что как бы голод, и все потребности удовлетворить нельзя, это не по силам даже ИИ. Ну и не говоря уже о том, как должна будет снизиться цена всех благ абсолютно из-за их резкого роста количества, если вдруг ИИ удастся наладить их производство в таком изобилии, что мы с вами окажемся в раю. То есть рай, ЭДМ, с экономической точки зрения невозможен, поэтому человеку всегда будет найдено место на планете и просто рабочие места будут образовываться в других сферах. Известен принцип создательного разрушения Геозефа Шумпетера, известного автрийца о том, что рабочие места в какой-то сфере технологии уничтожают, но одновременно создают в сотни раз больше рабочих мест в смежных других сферах, о которых мы с вами даже не подозреваем. Пример 20 век, как автомобильная индустрия, которая пришла на смену Гужевой, разрушила, и, конечно же, извозчики не остались без работы, а сколько рабочих мест создалось в мире, который сейчас нам сформирован, в общем-то, автомобилями, вы лучше меня знаете. Вот гораздо более опасная ситуация, когда государство попробует распространить свое вмешательство и использовать ИИ или роботов для новой агрессии против прав собственности в ВЭП-3. Это будет означать переход войны государств против людей на новый уровень, и тогда арсенал ВЭП-3 по защите прав собственности потребуется ровно всем. То есть наша собственность скорее всего туда перекочует, а в физическом мире они нас попытаются выжить.